всех приветствую всем приятного просмотра и давайте продолжать так нам нужно будет сейчас поговорить со всеми другими повстанцами которые здесь есть и да кстати на буковку джей я нашел кнопочку поговорить с другими повстанцами то есть ура 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 я таки нашел ты кнопку спустя 12 серии так мне с тобой нужно разговаривать она руководит сопротивлением магистре идешь на поправку тем твои раны были вы никогда раньше не встречал же силен вы вернули меня к жизни я до сих пор не понимаю зачем не верь мы в тебя мы бы тебя не спасли далмари с этим не согласится у далмари есть имя и у лиха есть на то свои причины может ты захочешь поговорить с ним а что если он прав что если я тот за кого вы меня принимаете это не важно киан ты родился заново ты можешь стать тем кем захочешь не всем выпадает шанс на искупление устранить причиненный ими ущерб и сотворить свое будущее капитан сказал то же самое только другими словами болсай он он всегда высказывал свое мнение и высказывал откровенно я еще не встречала того кто ругался бы так же красочно как он это было и правда прелестно у него тоже было тяжелое прошлое он во многом был похож на тебя с нами ему был предоставлен второй шанс возрождение возможности скупить свои грехи и он так и сделал в данный момент здесь от меня больше пользы чем где-либо еще я постараюсь вас не разочаровать я в тебя верю не говорите со мной о вере шепард а вера это все вера может сбить с пути слепая вера да но вера может привести обратно к жизнь мы поможем тебе прозреть я ты не поделишься со мной своей историей я слышал лишь обрывки слухи уверена это лишь крупица она спасла меня даровала второй шанс на жизнь она конечно шепард до всего этого я был апостолом дома в задире меня любили и боялись я уничтожал наших врагов во имя богини чуть больше года назад меня призвали шестеро нашей императрицы они приказали мне пересечь море к оккупированной территории северных земель мне было поручено найти и убить мятежника известного как скорпион он убил многих рожденных под зором богини и стоял на пути нашей миссии меня всегда учили что магия это зло оскорбление законов природы и богини мне говорили что магические расы опасны и аморальны но когда я приехал сюда в северные земли и встретил народ меркурии магические народы были не просто монстрами из моих детских сказок магия была не просто средством злодеяний все было намного сложнее затем я встретил эйприл райан лидера мятежников конечно тогда я этого не знал она была незнакомкой наша встреча была случайной но теперь я знаю что этому суждено было случиться она была сильной благородный и добрый она не спасавала передо мной подвергла сомнению мои убеждения мою веру мою миссию из-за ее силы я стал сомневаться во всем но я продолжал искать скорпиона и сопротивление слепо руководствуясь верой наконец я выследил скорпиона эйприл райан язычницу террористку лидера сопротивления все потеряла смысл но выбор был сделан последствия были неизбежны за мной следили мои же люди моя слепая вера привела их прямо к ней кэйприл они ее убили казнили каждого из сопротивления приговорили меня к смерти целый год я гнил в монашьей темнице я уже был мертвецом ходячим трупом я все потерял я сдался но сейчас сейчас у меня появилась возможность искупить свою вину и грехи моей нации помочь снова создать сопротивление отомстить за эйприл райан и даровать правосудие тем кому мы кому я навредил за это я благодарен конечно спасибо когда поговоришь с остальными и будешь готова двигаться подойди ко мне еще раз да хорошо без проблем интересно нам дадут ее оседлать или нет даже седло правильно я понимаю это на ней можно покататься будет так вот нам идем поговорим с другими я думаю много мы разворять не будем сейчас выберем одну дочь в двух человек и будем выдвигаться дон де соли библиотеки солдат опоссум добро пожаловать в движение по освобождению меркурии и северных земель добро пожаловать в грёбанное сопротивление как твоя спина а травы помогли так точно она знает свое дело наша медик зенмалия и она беспокоилась за тебя сидела с тобой пока не прошла твоя лихорадка вообще от тебя не отходила я бы сказал она втрескалась в тебе но это не совсем так казалось словно она будто она возвращала долг я генерал я управляю этим местом у тебя проблемы со снабжением ты приходишь ко мне твоя койка и достаточно мягкая или жесткая генерал твой человек недоволен своей едой зови генерала возможно это все не так важно как перехватывать сообщение или убивать азати но это место само собой не управляется есть вопросы солдат я думаю нет вопросов нет он будет время узнать об анклаве позже нет мир сэр вольна продолжать ой придет заставь нас гордиться хорошо все мы можем выдвигаться мы еще готовим все необходимое к вечеру воспользуйся возможностью и поговорю с другими познакомься с анклава хорошо но мы это ты анклава как апостол наконец-то поднялся жаль что лихорадка тебя не убила нам всем было бы лучше еще больше жаль что ради твоего спасения пришлось умереть хорошему человеку несмотря на обстоятельства я никогда и никому не позволят так со мной разговаривать следи за своим языком дал мари или что апостол убьешь меня мою семью всю нашу расу конечно ты же азади геноцид у тебя в крови как и ты я запада с великого континента который мы называем интикуа оба страна заходящего солнца место которое твой народ поначалу называл михан мир а затем озадир будто захватив вы его завоевали ты из племен дал мари в озадире я из долл интикуа западных дал мари первые своего народа и да мы уже встречались апостол алваны ты убил моего отца если бы не моя мать я бы разорвал тебе глотку и тогда ни один из нас здесь бы не стоял годы спустя мы встретились снова но я уверен что ты это не помнишь в конце концов что такое еще один мерзкий магический ты сделал меня тем кто я есть и в скором времени я уничтожу тебя но я поклялся шепард что оставлю свои личные обиды в стороне на время в отличие от тебя я держу клятвы но если я когда-нибудь заподозрю что ты планируешь нас предать как предал своих и они будут колебаться я убью тебя и как только война окончится мы сведем наши счеты ты заплатишь за смерть моего отца горе моей матери и страдания моего народа запомни мои слова мясник твои дни сочтены у какой-то страшный это держу в курсе таким образом ты нож не наточишь еще не все мы все еще готовим все необходим и осень когда надо познакомься с кем-нибудь еще идемте знакомиться что ты задумала будешь ходить часовым с чего бы здравствуй привет и так новенький да я и ну вообще-то она марсандия сумеречное дитя дочь тимары и отец бы убил меня если бы узнал что я называю себя но они полным именем как все эти еды но его здесь нет поэтому привет я и ну ты киа я не могу разговаривать с этими с этими людьми ведь я теперь считаю счастью сопротивления девочка заслуживает ответа я знаю мне надо научиться разговаривать с этими людьми с магическими я не могу да здорово это здорово никогда не бывало там славно я слышала что славно когда они ну знаешь не воюют не убивают мне людей это все что она знает об озадире наверное это не удивительно эти люди видят лишь действия армии захватчиков под началом преступников я думаешь мы только этим занимаемся а нет конечно же есть и то чего я не знаю я просто мы не так часто общаемся с азади мне попадаются лишь те что в доспехах с мечами и постоянно кричат но может я предвзято так или иначе я я просто хотела ну предоставить себя тебе представиться тебе не предоставить себя это неподобающий дочь тимар извини я облажалась да она слишком старается и все безуспешно не знаю даже что ее волнует вряд ли мы когда-нибудь найдем общий язык или подружимся она старается как может несмотря на все предрассудки на то как азади как мы обошлись ее народом она готова дать мне шанс ты хорошо справляешься для меня честь встретить тебя ах ты взаимно киан алваны апостол рода азади сын теперь я просто киа можешь звать меня киа окей кей могу и называть тебя кей называй меня киа так и правда намного лучше киан добро пожаловать сопротивление извини что так слихо вышло у него свои проблемы меня с ним своя история ладно история ясно не буду лезть я пытаюсь этим завязать с любопытством не такая уж она и плохая она начинает мне нравиться но не стоит перегибать палку я должен подготовиться к заданию ах да точно конечно я тебя от этого отвлекаю от подготовки мне ведь тоже надо ну это знаешь тоже иду заданица заданица мы еще поговорим дочь просто я стараюсь обходиться тут без этого дочь бла 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 а то как будто зазнаюсь я не такая я с фермы рождена и воспитана быть фермерши рожать маленьких сидят но да нет этому не бывать так что просто эну э ну ага да надо готовиться пора извини такой поток информации хотела просто поздороваться и тут бла что ж привет эй удачи тебе сегодня ну я буду с тобой но все равно так вот ладно допустим называйте теперь меня капитан арчи зайчик котик панда все надеюсь мы сможем продолжить либо нет мы все еще познакомься с другими познакомься с другими ладно с тобой да нужно познакомиться я так понял вот это вот малыха к нам подкатывал да что-то на чересчур все равно говорила так ладно привет капитан арчи котик зайка я сломал есть что мне сказать он скажет дар является почтительным обращением в задирьях о и общепринятое приветствие должно быть он пересекался с азади или изучал язык и культуру кто научил тебя почтительной форме обращения азади а я я я вел дела с твоим народу с азади в течение нескольких лет пока трактир моей тети не закрыли а ее саму не арестовали пока я не узнал что происходит на самом деле ты принимал участие в том рейде в товар не приют странника бенрима салмин сестра моей мамы она растила меня после смерти мамой я взял ее фамилию я джакай джакай салмин я выполнял приказ когда арестовал его тетю но это не освобождает меня от ответственности твоя тетя укрывала повстанцев у меня был приказ ее арестовать мне жаль что так с ней получилось твоя тетя была сильной и достойной женщиной не не то чтобы я винил тебя дар и моя тетя тоже кстати вызвали тебя было ее идеи она знала что ты нам пригодишься знаешь я присоединился к сопротивлению меньше года назад до этого я был предпринимателем и моими клиентами были в основном азади сейчас у меня нет времени слушать его историю я должен готовиться к заданию да конечно прости что я все говорю и говорю просто я так счастлив что ты здесь с нами я надеюсь что мы скоро сможем поработать вместе я с тобой алван и дар то есть киан и удачи сегодня вечером спасибо так ну надеюсь все мы можем теперь отправляться на задание ли мне нужно еще с кем-то говорить ты готов киан я готов хорошо лихо и она пойдут с тобой они расскажут что тебе нужно будет сделать я пока точно не знаю что нужно будет делать когда проникну в город и разы они рассчитывают что ночью я проникну в город и меня не узнают если как по-вашему мне остаться незамеченным любой азади сразу же меня узнает конечно поэтому наши чародейка зидмари сделала это специально для тебя этого не избежать если хочешь нам помочь боюсь тебе придется это выпить бакшеванская маскирующая зелий не совсем но догадка хорошая маскирующие зелий действует меньше часа это ирхатская вуаль она действует несколько дней она она отведет от тебя любой взгляд кроме наметанного пока я с кем-нибудь не заговорю меня даже не заметят я буду словно тень это очень мощная дорогостоящая магия такую непросто найти а ты разбираешься в зельях когда меня готовили стать апостолом требовалось изучить все о магии зная своего врага уверена это тебе сослужит хорошую службу выпей ее перед тем как ступишь на берег и вуаль тебя скроет но все же будь осторожен не говори сазади или им сочувствующим не привлекай внимание и помни те кто тебя близко знают всегда смогут видеть сквозь вуаль и ну или их ждут тебя внизу лестнице скрытой гавани но ты не можешь отправиться в меркурию в таком виде тебе надо одеться не оставила одежду на твоей постели она должна быть тебе пор ну хорошо спасибо так переодеться и встретиться а зачем нам вообще зелья можно просто очки как у супермена одеть и все у них нас никто не узнает тогда вроде мы сюда и пришли спасибо апостол просто апостол капитан капитан сэропосом то ты шо ля какие мы модные мы вас не заметили надеюсь ваша миссия увенчается успехом конечно слышь мол ходим эти бар барысок насыплю уже отправляешься на миссии ясненько даже тут не могу никому бар барысок насыпать все я пошел пожалуй мне удачи капитан сэропосом удачи во время миссии лучших партнеров чем лихую и нуты и мечтать не буди лихо пока тихо да интересно мне сейчас нужно будет выпить зелье или когда мы уже прибудем туда ты страдаешь от морской болезни надо просто хочу узнать не заблюешь ли ты всех нас вот и все мне уже доводилось плавать на лодке хорошо тогда и против посидеть рядом с тобой потратили достаточно времени миссию расскажу тебе по пути после тебя а типа использовать лила ждать пока не начнется понял а а а а Продолжение следует... 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 Наверное... Продолжение следует... 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 Так спой же свою песню Поведай, что тебе нужно А затем выслушай, что нужно мне Давай, давай Я прошу помощи в борьбе с Азади Разве это не будет считаться для вас услугой? Но ты Азади Да Апостол Бэлэм Фу, не по нраву люди Азади хуже всех Откуда мне знать, что Азади меня не используют? Откуда мне знать, что ты меня не используешь? Богиня, спаси нас Я Киан Алваны Я был апостолом, но теперь я повстанец Я здесь, чтобы заставить моих людей Покинуть северные земли и вернуться в Азадир А наших так называемых лидеров Представить перед судом Прям не знаю Похоже на ловушку Но давай представим, что ты говоришь правду Что тебе нужно, открота? Мне сказали, вы можете помочь Может быть, грот поможет, а может и нет Но прежде чем ответить, ты поможешь мне кое с чем Почешешь спинку, так сказать Почешу? Да это просто изречение Не нужна мне твоя огромная ручища на моей спине Услужишь мне, услужу тебе в ответ Что вам нужно? Нужно перехватить гонца Посыльного, передающего сообщения между сторожевыми постами У него письмо, которое мне нужно Поможешь с этим кроту, крот рассмотрит твою проблему Я могу это сделать Рада за тебя Больше не апостол Одно условие Этот гонец Вы ему не навредите Не причиню вреда? Почему нет? В качестве гонцов они используют юношей и мальчиков Они не сражались, не убивали мятежников Или магических Они не заслуживают смерти Они все равно враги Мне нужно ваше обещание Обещаю, обещаю Никто не навредит твоему маленькому гонцу Мой человек у двери отметит на карте место, где пробегает гонец Оттуда ты найдешь другое место, где ты заберешь у гонца послание Запомни, никто не должен это увидеть Очень важно это Ты забираешь письмо у гонца, мы забираем письмо у тебя Все расходятся, все счастливы Как выполнишь работу, поговори с кротом снова Крут будет готова обсудить дела Интересно, из каких она магических народов? Я слышал, как солдаты, вернувшись из северных лесов, говорили о кротах-людях, что жили в норах Что ты? Что я, он спрашивает Что я? Я крот Это не название вашего вида? Моего вида, он говорит А сзади всегда так тактичны, так четки На моем языке это название звучит банда-банда Что значит крохотный народ, что поет земле и придает ей форму Или что-то вроде того Проще говоря, мы живем в грязи, знаем много песен и роем глубокие тоннели Так что да, мы кроты, глубинные обитатели, землекопы Кроты с причудливым именем, говорящие Только вот пришли азади, нагнали огню и дыма в тоннели банда А когда банда выбрались наружу, а сзади устроили резню Каждого из нас, мужчин, женщин, детей, младенцев, не пощадили ни крота Кроме меня, кроме старой женщины, оставили меня умирать Я последняя из вида, последняя из моего народа Последняя из банда-банда, последняя из кротов Я крот А теперь иди и возвращайся только когда справишься с заданием Иди Вон, прочь Есть дверь Легко найти Еще открыто